Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите, пожалуйста, советам, у меня сейчас тяжелый период в жизни. Советам помочь не сможем, психологи не дают советов, а если у вас тяжелый период в жизни, то вот эта тяжесть, можно помочь прожить. В этом мы можем помочь. У меня редкая специальность, вакансий в моей стране нет, только преподавание языка, и то я не хочу работать с клиентом, и сильно выгорел из-за чрезмерной работы. А как вышло, что вы выгорели? Как вышло, что вы перетруждались? Как вышло, что вы явно нарушали свои внутренние границы? Работа будет только если до границы ехать, но опять-таки тяжело найти путь уехать. Ну, тяжело, наверное, все. Вопрос в том, хотите ли вы, то есть насколько сильно вы этого хотите. Живу отдельно от родственников, мама, на принципе, сильно деградировала, хочет, чтобы я жила вместе с ней и кормила ее. При этом на море, когда я ее лазил с братом, перед парнями, которым нравилось, выставляла меня девочка из дурной репутации, лишь бы я не вышла замуж и околачивалась возле нее. Я всегда заработка домой вкусности покупала. Нравилось радовать родных. Ну, здесь чувствуется обида на маму, невыраженная, в том числе. Вот. Она вас так вот подтачивает. После этого сильно разочаровалась с матерью и переехала жить отдельно. То есть вы отдельно переехали жить только от разочарования в маме, но не от того, что вам само чего-то хотелось. К тому же брат, брат безработный, много лет смотрит уже как на женщину, а не сестру. Он завистливый, всегда завидует моим карьерным достижениям, это да. Ну, а как бы какая разница, то есть, ну, завистливый, независтливый. Это тоже было причиной переезда. Ну, вот, то, что с братом, это, конечно, да. Сейчас мое дело испытывает сильный кризис. Мой заработок сильно сократился, и денег хватает только на деду. Транспорт и съем жилья, а покупки одежды, развлечений и личной жизни даже не думаю. Для личной жизни, мне кажется, деньги не всегда нужны. И разочаровалась в профессии, каким образом? Ну, вот, буквально, как? Да и город, которым живую сильно напрягает, много злых людей, ментально быстро выгораю, квартиры, которые снимают, тоже неудобно. Как влияют на вас точно люди злые? Это очень похоже на проекцию. Хочу переехать, значит, в свой любимый город, родное место, где мне было хорошо, когда тогда живут прекрасные люди. Ну, есть хорошая поговорка, куда бы ты ни переехал, голова твоя будет все равно с тобой. Поэтому от себя вы не убежите. Кстати, в этом городе у меня и с работы ранее не получалось, так как интриги были против меня, то на откат намекали. И с работы здесь не сложилось. Знаете, у меня возникло ощущение, что у вас довольно много подавленной агрессии, которую вы подавляете, но проектируете, то есть переносите на людей других. В общем, дужа належит к этому городу, хотя есть свои плюсы. Климент хороший, здоровье улучшилось, карьеру построила через свое дело, если бы не выгорание. То есть вот... Значит, в коллективе у вас отношения не сложились, дело свое вы вроде бы построили, но выгорели. То есть есть ощущение, что у вас внутренняя дисгармония очень сильная. Цены на все подскочили, поэтому наплыв клиентов резко сократился, не знаю, что делать. Что делать, чтобы считать цель-то какая. Либо все закрыть, найти спокойную офисную работу в любимом городе, переехать отсюда и восстановиться, не бегать за клиентами, не везти отчаянно в соцсети поиска клиентов. Если честно, и регион такой, что у людей, кажется, нет лишних средств, и входят к концу с концами. Ну, до этого же вы как-то работали. Либо я сама реально выгорела, и не привлекаю уже клиентов, и надо взять тайм-аут. Но здесь надо смотреть, как и что вы продаете, и так далее. Также мама вроде обещала продать новую квартиру и купить не однушку, но иногда, говорит, с нами будет жить с злорадством. Я этого в первую очередь не хочу. Но здесь по возможности нужно не зависеть, наверное, от мамы. Да, к 34-м годам я не накопила ни копейки, так как до этого жила интересными в семье. Я отец много лет не работал, вкладывали с сестрой в семью, то технику покупали, которым он за тем, за тем, как благодарность родителям все-таки выросили, выучила. Ну, это ваш выбор. Вопрос в том, как вы относитесь к тому, что к 34-м годам, как говорите, не накопили ни копейки. С другой стороны, смысл копить, если цены могут подскочить в любой момент. Ну, тут есть нюансы. Испытываю трудности и слабости для того, что у меня никого нет, чтобы меня поддержала в трудную ситуацию. Ни мужа, ни родственников, никого. Ну, тут момент какой. Если вам нужна поддержка, значит, вы взваливаете на себя слишком много. А значит, вы не выстраиваете личный границ с окружающими людьми. И, ну да, муж, может быть, вас поддержал бы, как родственники или друзья. Кстати, а почему у вас друзей нет? Вот. Но с другой стороны, вам нужно самой в первую очередь о себе заботиться. Так, переехав в свой город, боюсь остаться без работы. Мало ли бытовых проблем, но я оставаться здесь уже не могу, не хочу. Сначала вам нужно прийти в определенную гармонию с собой, с самой собой. Сначала. Потом еще, я думаю, как-то, ну, выявите, чего вы хотите, как вы хотите, и так далее. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.